как известно я год годы целые несколько лет в газете рынок освещал и после этого даже через некоторое время вновь пришлось вернуться к тематике писать там цены как раз плясали и каждую неделю обновлялись цены сначала я с юмором освещал в течение пару лет как минимум ну и тогда вот популярность приобрели приобрела эта рубрика базарные вести а потом годы спустя уже более серьезный стал подходить анализировать уже меньше стал юмора рынок как известно дело серьезное и заметил вот когда идет повышение цен или вот такой период осложнение финансового положения населения рынок идет рынок я имею ввиду продающие на рынках вот рынок идет к ухищрениям всякого рода помните наверное вот вместо килограмма стали писать 900 грамм потом где-то 850 чтобы людей вводить в заблуждение создавать иллюзию того что дешево даже вот йогурт я покупаю я на улице беру йогурт у молочника и у фермера и там где-то 95 рублей или 90 пол-литра а тут я на рынке покупаю какой-то богородский называется и там сначала цена привлекла 70 рублей а потом пригляделся вместо 500 есть не ошибаюсь 450 грамм написано ну вот так незаметно это же не бутылки стеклянные а это вот пластик там можно всякого рода ухищрения допустить сейчас я бы целую кандидатскую диссертацию может написал бы относительно ухищрений торговцев которые не хотят своего упустить во все времена вот когда я прихожу там они начинают освоить после нового года говорить вот аренда подоржал и прочее там на много ссылается им говорю вы в любом случае не так пострадайте как покупатели крайне всегда покупатель оказывается мы крайне извино в цепи вот от производителя через посредника вот эти продавцы мы покупатели крайне извино составляем и мы всегда нас на себе несём все тяготы все время вот этих цен того что там допустим арендная плата возросла арендная плата возросла допустим и вы жалуетесь говорим вы все равно это накладывайте на стоимость продукта а покупателю в любом случае надо покупки совершать без тех же продуктов не проживешь и покупатель берет просто меньше берет другой вариант это когда некачественный товар могут где-нибудь приобрести а потом как за выдать за качественный человек там на рынке голова кругом идет как на вокзале у нее нет иногда если стоит очередь там ой дешево все стали в очередь и сзади торопят толкают давай скорее у нас народ такой нетерпеливый оскорбляют мне даже вот в одном магазине на кассе сказала женщина продавец хоть как там кассира на сообщила о том что в очередь стояла девушка там замешкалась искала деньги в кошельке ли где там в бумажнике на нее все заорали там вся очередь за рассверепела буквально а она сама доброжелательно так относится даже в конце смены приветливо доброжелательно на на редкость что с редко встречается вот среди работников торговли народ звереет и нет чтобы набраться терпения постоять я сразу запасаясь терпением даже если я пару булочек взял стою и приговариваю да я хоть весь вечер готов стоять сразу настраиваешься а у нас люди вот так вот все куда-то спешат там просто они на нервах и кажется давайте быстрее тебе басты быстрее а когда касается денег вот это не должно работать правило быстрее потому что когда вопроса денег стоит на рынке неоднократно я замечал стоишь там 5000 протягиваешь да и в это время кто-то подбегает вне очереди лезет и вот ты еще ну товар положим получил но ты сдачу не получил в это время человек сует деньги один раз там ладно у меня среди них как скажем репутация хорошая я вот ей понадобилась какая-то сумма я не понял я вытащил в это время покупатель и подбегать следующий что-то сует и потом она говорит у меня куда-то вот там 200 рублей что ли ли что там куда-то делись в общем путаница вырухать камеры включая тут записи просматривать чем дело вот такое случается я однажды помню в педагогическом институте стоял и в то время только значки появились с гербом татарстана и они рубль стоили у меня не один там подарил целую кучу какой то ли депутат то ли кто я с этим я решил заработать с барсом они такие крошечные элегантные значки и вот я протягиваем значок он не рубль в это время подбегает какой-то из преподавателей затормошил отвлек я вижу рубля нет потом я говорю ладно я рубль не получил от тебя на значок держи в подарок раз уж так нет я тебе дал дал вот я говорю интересно как тут действительно в цирке когда показывали раньше с исчезновением там что такое фокусы оказывается вот действительно отвлекают внимание то же самое вот лев у нас считает что лев боится плетки что ли там хлыста на самом деле оказывается в том что просто лев отвлекается вот этим щелчком окажется он у него намерение там прыгнуть вот время щелчок кнута он отвлекается вот людей зачастую отвлекают на эту тему можно говорить бесконечно о том что сейчас обвесы будут подсовывание некачественных товаров как вот я недавно на рынке взял мне арбузы один купил 23 я с села где у нас арбузы всегда растут в этом году не ездил к сожалению и в райцентре соль и лецкие арбузы оттуда я там наедался от пузо как говорится и дыни в том году удачный был лето в этом году нет и вот я на рынке покупаю покупаю мне один говорит я ему домой приношу и пусть лежат думаю потом ему говорят они мне лежат дома хранятся ни в коем случае нельзя хранить надо их есть вот я сейчас дамки арбуз который на можно хранить долго я повелся хотя я давно знаю повелся как говорится купил у него на второй день смотрю там какой-то в одном месте дырочка и все в ночью начал портится я это отрезал я не ронял нигде ничего вот таком же виде мне надо был самому пристально доверяешь ведь если ты человека знаешь он тебя знает давно доверяешь продавцу у него опытный наметанный глаз он тебе думаешь не подсунет всякую ерунду и вот прихожу и жене его говорю твой муж продал арбуз огромный там за полтысячи или даже дороже а он горы в первую очередь начал портиться те которые он сказал что они долго не пролежат они пока вроде внешний вид нормальный у них а это огромный был арбуз о красавчик такой они смелые кушать хотят ворона неглупая вот относительно обвешивание прочее я вот выписал специально сегодня из перевода корана один перевод это переводе академика крочковского другой перевод валерий пороховой валерий иман порохова себя называла на принявший ислам и вот хочу сказать вот я даже приблизительно всегда помнил и думал если допустим ехать в арабские страны там говорят нет сосуды египте очень любит нашего брата покупателя кидать на вес и прочее я думаю я знаю суры корана некоторые наизусть даже одну большую сур очень довольно значительной части этой суры знаю и вот думаю надо вот эту сурру сначала выучить и интересно мне вот чисто психологически покупаешь что-нибудь на арабском ему вот зачитать несколько что у нас там аятов да аяты несколько аятов строчек строчек о том там горе вам обвешивающим как обвешивающим и вот как раз там крочковского академика 83 суре есть горе обвешивающие которые отмеряют себе у людей берут полностью а когда меряет а когда меряет это с этим людям или вешают то сбавляют дескать старается выгадать грамм и себе там обмануть и у валерий иман порох вы тоже самое проклятие флутом кто при обмеривании для себя берет сполна а отмеряя для другого сбавляет все относительно меры говорится вот это вот у нас распространенное явление приобретает и неоднократно сейчас даже смотришь не верится что люди которые там божатся и клянутся что вот мол я верующий я вот стараюсь а на самом-то деле внутренне его там какой-то эгоизм или вот эта страсть к деньгам она превалирует и человек зачастую забывает что только что говорил и старается где-то обвесить некачественный товар подсунуть потому что иначе у него не пойдет товар не пойдет товар он положим будет как все а цены у всех одинаковые а он старается дешевле кто-то на это ловится а он обвешивает вот поддельном переходе помните я покупал там все было дорого там скажем с кавказа так условно скажем с кавказа в общем скажем дама с дочерью торговали я у них брал и говорю ой дорого берете а я беру на рынке там дешевле не назвал имя этого человека кстати их соплеменника наград а он обманывает он обвешивает ну возможно да возможно так и есть на самом деле вот у меня 13 минут что ли я вот наверное вторую часть потом буду делать а может сейчас сказать факты хотел привести жизни когда на рынке на том же улыбаясь тебе обвешивают человек радуется что это не магазин где привыкли хамить там продавцу не он там не работает на себя продавец на на кого-то работает купит человек не купит это вот да конечно торговый центр заходишь и там есть допустим отделы всяких товаров у них если ничего не продадут то там копейки не буквально получит они заинтересованы чтоб чтоб в том чтобы продать свой товар и старается быть вежливыми а некоторые у них свое как скажем я берет вверх они могут просто нахамить не понравившись покупатели как я вот сколько ездил в турцию без конца и все время встречал теплые отношения к себе а вот на большом таком прекрасном фоне запоминается какая-то мелочь один раз помню в центре города там продавец просто со мной не стал разговаривать видимо я ему был неприятен другой раз я когда какое-то село ехал деревню я у него спрашивал все время где сойти мне где сойти вот это вот как раз адрес мне нарисовали где мои земляки когда-то их родители когда-то мои родители ой мои городе да по материнской линии они там получать земляки вот этим людям получается может быть дальние очень родственники в каком-то колени вот и я их искал они музыку занимались помимо концертов даже музыку лечили людей лечили людей музыкой и вот я ехал и по мне в стамбуле нарисовали адрес я им тыкал под нос каждому в том числе водителю автобуса он тупо молчал хамить не хотел и ничего не объяснял я говорю что такое я ему я его спрашиваю он обязан отвечать он молчит ну знаете может он из дома выехал ему жена дала нагоняй он без настроения или с не стой ноги встал он не может как у нас на хамить вот как я как-то ехал и бабка зашла и водитель музыку включил на весь салон или что такое не помню музыка не музыку но он беспрестанно по телефону разговаривал за рулем вообще как-то хочется гибдд спросить имеет ли право водитель беспрестанно по телефону безумолку там вроде взрослый солидный мужчина как-то не солидно выглядел да ла 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 без конца эту бабку начало утомлять она замечание сделала а он кстати туалет с кавказа и центральной азии наверно с кавказа он на нее накинулся начал орать имеет право когда ему начали намекать на его происхождение ворот я здесь родился ну я не помню что кто-то здесь родился и это давал основание ему по пятнадцать двадцать минут беспрестанно говорить по телефону вот он так не то что снато как час пик надо смотреть за дорогой и он вот так так что без настроения он ехал и вот я вспоминаю эту водитель может быть у него какие-то проблемы были семейные свойства и а так в основном всегда приветливый вежливый иногда как некоторые говорят тихо и сволочь говорят ласковые бывают даже а некоторые молчаливые там но честные не поймешь конечно и на рынке так бывает что один неразговорчив но зато честный другой слишком уж так старается тебе настроение создать и ласково ласково так этот с веселой улыбкой заискивающие втюхивать тебе какой неподходящий товар хуже качества или меньше по весу вот о них наверное во второй части поговорим потому что я вот иногда сталкиваюсь с тем что у меня ощущение создается что людей утомляет слишком большие пространные эти темы серьезные вкратце в 10 минутах там 15 не уложишься надо минимум полчаса а сейчас люди вот рабочие дней зачастую не могут поэтому я вторую часть пожалуй потом сделаю в продолжении или в виде заключения во всяком случае если тема окажется этот популярный у людей интерес вызовет тогда я пожалуй и вторую там и третья часть кроме второй все третью попробуй сделал а пока спасибо за внимание всего доброго во второй части примеры постараюсь вам привести до по до встречи